Чудеса С Рождеством Христовым вас поздравляем, дорогие наши друзья. Эти рождественские дни наполнены радостью, наполнены счастьем, наполнены светом и теплотой. И еще они наполнены памятными датами, об одной из которых мы поговорим сегодня с нашим героем, отцом Геннадием Коробковым. Отец Геннадий, будьте добры, итак, одна из памятных дат, о которой сегодня хотелось бы поговорить в эти рождественские дни. Будьте добры. Хочу всех поздравить с Рождеством Христовым. Христос рождается, славите Его. В эти дни святки, то есть это период от Рождества Христова до Богоявления, Святого Крещения, называется святками. И в эти дни по старому стилю юрианского календарю, 31 числа, когда заканчивается год, церковь празднует память святого митрополита Киевского Петра Могилы. Хотелось бы о нем рассказать поподробнее, потому что мало кто о нем знает. Это уникальный святитель, борец за православие, апологет, катехизатор. Родился он в Молдавии. Есть такая пословица, где родился, там и пригодился, к нему она совсем не подходит. Он родился в знатной семье, от венгерской принцессы Марверет, а отец его был Симеон. Родился в православной глубоко верующей семье. Потом семья переехала в Украину, западную Украину, которая находилась под владычеством Польской империи. И Украина стала его родиной. Первое образование он получил во Львовском братстве. Дело в том, что в тот период церковь переживала, можно сказать, гонение. Была уния от рима-католиков, унияство так называемое. Сам в то время царствовал в Польше король Сигизбунг III, ярый католик, который всех православных христиан хотел присоединить к католичеству через унию. Закрывал храмы, священников сажал в тюрьме. И благодаря многим братствам православные могли получать образование и отцовскую веру сохранять. И вот Петр Могила, его фамилия такая была. Фамилия Могила, по-нашему, это ничего такого хорошего, что что-то ниже земли. Но по-венгерски это совершенно другое имеет значение. Могила это холм возвышенности, что говорило о его высоком статусе. И вот Петр Могила, переехав в Украину, он начинает карьеру в армии. Он участвует в двух битвах в 1626 году, в 1627 году. И, казалось бы, у человека была блестящая военная карьера. И тем более, что он вышел из такой семьи. Семья, как я сказал, была православной, верующей. Его родной отец Симеон, также его дядя Иеремия. Они построили для Львовского братства Успенскую церковь. Также его сестра очень много делала вкладов в строительство храмов на Левобережной Украине. И, казалось бы, у человека была блестящая карьера, но он это все оставляет. Он приходит в Киев, в Киево-Печерскую лавру, в число братьев. В то время архимандрит Захария подстригает его в монашество. С этим же именем Петр. Он родился в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, который стал митрополитом Киевском в 1308 году. Который очень много сделал дипломатических поездок в Золотую Орду. И также Петр Могила берет на себя его крест. Он также, подобно этому святому Петру, митрополиту Киевскому, очень много потрудится также на этом попрече. Став в числе братьев, он становится духовным чадом на то время митрополита Киевского, Ио Борецкого. Помогает ему во всем и финансово. Он возрождает лавру. Он первый на месте, который сделал доступными, которые по сей день ближние и дальние пещеры. Он их открыл для паломников, для верующих. До этого они были закрыты. Много трудится в направлении книгопечатания, пишет множество работ полемических, толкований, издает богослужебные книги, исправляет книги. Потому что, сами понимаете, тогда Церковь Православная была в гонении от униатов, от римокатоликов. Тогда уже возник кальвинизм и другие течения. И вот через год умирает наместник кирпичейской лавры, и братья его избирают настоятелем монастыря. Будущий престолу митрополит Киевский не может поехать на сейм в Польшу. И тогда он отправляет вместо себя Архимандрита, тогда еще Петра Могилу. Он приезжает в Польшу на сейм, где король Сигизмунд не признает православное духовенство, православную иерархию. Но Петр Могилов, выступая на сеймах, добивается грамоты, восстанавливает юридическое положение Православной Церкви на то время в Польской империи, возвращается в Киев. Очень множество киевлян встречало его. Было в это время написано много панфлетов, панагириков. По этому поводу все были, риковали и радовались. Петр Могила сразу же отбирает у униатов Софиевский собор Киева, Выдубицкий монастырь, основывает Голосеевский монастырь, Свято-Никольскую пустынь также отбирает у униатов. И продолжает также возрождать Киево-Печерскую лавру, занимается трудами. В 1635 году он выпускает катехизис, потом в 1645 году он выпускает малый катехизис, православный. Это был первый катехизис, только потом в 1662 году греки издадут полный катехизис. В Амстердаме на греческом языке. До этого уже Петр Могила издал его на русском языке и на польском языке. Славянский же полный катехизис появится только в 1669 году. Петр Могила очень сделал много для образования. Он понимал, что прежде всего, чтобы побороть унию, нужны умные, грамотные люди, грамотное духовенство. И поэтому он избирает из числа братьев, из числа монашествующих, много образованных людей, которые склонны к книгам и отправляют их за границу для учебы. Сам он, как я сказал, первое образование получил во Львовском братстве, второе же он получил во Франции, в Сорбоне. И также он за границу отправляет множество людей, для того, чтобы они учились наукам. Потом, когда они приезжают, он основывает школу при Киево-Печерской лавре, а также еще братскую школу. Впоследствии он их объединяет в одну. Преподавание шло на славянском языке, на греческом и на латыни. Тем самым он вызывает недовольство среди своих современников, особенно киевлян. Современники, которые учились в то время в его коллегии, потом она была реформирована в академию, его современники боялись то, что там преподается на латыни, и считали, что Петр Могила, есть тайный униат, и он там проповедует унию. Казачество Запорожское даже хотело разгромить эту академию. И вот современники писали, что мы боимся, дословно сказать, стать кормом для днепровских куней. Но впоследствии, когда киевляне присмотрелись, что там идет образование православное, когда людей воспитывают в православной вере, преподают различные светские науки, философские и богословские науки, множество киевлян приводило своих детей для учебы в его коллегии, впоследствии академии. Так что она была до того переполнена, а детей из необеспеченных семей он сказал принимать, и они воспитывались и содержались на его собственные личные средства. Петр Могила писал множество работ. К сожалению, не все сохранились после пожара 1718 года. Его библиотека сгорела, и поэтому мы не имеем полных сведений на его трудах. Он был на киевской кафедре 14 лет, но он сделал очень много для утверждения православной веры, для ее укрепления. И прежде всего он построил ту базу, которая впоследствии дала свои плоды. Множество ученых людей, как пастыри церкви, так и светских людей, вышли из стен его киево-могилянской академии. Святитель Петр Могила заложил базу, и сегодня мы пользуемся и его трудами, и его плодами. И главная свою деятельность он видел в том, чтобы нести свет Христовой веры и просвещать этим светом людей. Для этого и все его труды были направлены и на обучение, и на образование, и на созидание. И сегодня, когда этот свет сияет, особенно в рождественские дни, ведь сегодня тоже много очень нестроений и среди православной церкви, потому что подвергается она и в разных странах гонениям. Могут ли православные унывать или все-таки уповать? Подобно Петру Могиле, память, которую мы празднуем, как я сказал, по старому стилю 31 декабря, мы должны нести свет. Сам Христос нам об этом говорит, что есть свет мира. Если человек любит что-то в своей жизни, то он об этом постоянно говорит. Если мы говорим, что мы любим Бога, мы любим Христа, то мы должны постоянно об этом говорить окружающим, близким, всем, кто нас окружает, чтобы они понимали, что мы есть верующие люди, мы есть христиане. Если человек любит, допустим, автомобили, он об этом может говорить часами или какое-то другое, у него есть любовь к чему-то, то можно говорить об этом часами. Его не переслушать, даже можно удивиться, откуда в человеке столько знаний. А вот мы, православные христиане, должны говорить о Христе и не стесняться этого и нести свет Христов ко всем, и ближним, и дальним, которые окружают нас. Тем более, в эти дни, дни Светлой Седмицы, среди многих верующих есть такое мнение, что только постом мы должны умножать себе добродетели и как-то себя в чем-то ущемлять и творить добро и помогать ближним. Нет. И даже после праздника, вперед святок, мы должны на протяжении всей жизни творить добро, служить ближнему, любить ближнего и любить в нем Бога. Отец Геннадий, в эти светлые рождественские дни это замечательный период, который любят все и даже не православные христиане, потому что радостью пронизано все пространство. Будьте добры, что бы Вы хотели пожелать нашим телезрителям, чтобы в сердцах их действительно сложилась эта радость? Прежде всего, как подобно тем волхвам, которые шли ко Христу, шли к Вифриемским яслям, в которых Христос родился, ни в царских чертогах, ни в палатах, шли караваны, нагруженные ослики, шли верблюды, шли три каравана, три, как говорит он в Сочинописании, волхвы шли, сопровождение своей свиты, и вот символично, что эти караваны символизируют те христианские добротели, которые должны принести ко Христу, к Его яслям, умножая в себе христианские добродетели веру, надежду и прежде всего любовь.